Здравствуйте, товарищи! У нас сегодня очередное 11 занятие кружка по изучению капитара. Ну и согласно вот такой уже, хоть и недавней, но традиции, необходимо прокомментировать некоторые высказывания в комментариях. Вот, например, товарищ пишет. Дошли до разговоров, что увеличить спрос и стимулировать производство можно увеличением массы денег. Совсем окапитализировались. Для кого на доске написали формулу определения массы денег? Что правенство сохранялось в увеличении массы денег влечет собой увеличение суммы цен. Одним словом, цены полезут вверх. Значит, вот эта формула. Масса денег равна сумме цен, деленная на скорость обращения. Но понятное дело, что когда мы говорим о сумме цен, мы имеем в виду не цену отдельного товара, а цену товарной массы в целом. И цена общей товарной массы, она зависит даже в большей степени не от цены отдельного товара, а от объема этой товарной массы. И более того, я могу сказать, что только впрыскиванием денежных средств в экономику, при капитализме это называется инвестициями, при социализме – капитальными выражениями, можно добиться увеличения массы товаров при снижении их цен. Почему? Потому что цена, она отражает издержки производства при капитализме, но и пока мы как изучающие простое товарное производство, то стоимость цена отражает трудозатраты, а при увеличении выпуска продукции, при инвестиции в новое технологическое оборудование и так далее, у нас затраты на производство единицы товара падают. А общая вот эта сумма, она будет возрастать, потому что возрастать будет сумма произведенных, объем произведенных товаров. Вот это вот надо понимать. Поэтому в этой формуле здесь никакого шарлатанства нет. Это увеличение количества денег, оно в парня способно, оно не ведет, во всяком случае, к удешевлению денег. Тут вот еще есть такой момент, можно привести пример, когда во время смутного времени, не урожая и голода, Борис Годунов давал населению медные деньги, дабы решить проблему голода. И это приводит как пример того, что деньги якобы обесценились, и это была бесцельная совершенно процедура. Не совсем. Это не совсем так, и даже в каком-то смысле совсем не так. Во-первых, деньги не обесценились. На них было сложнее купить конкретный товар, хлеб и вообще продовольствие. А что касается товаров промышленных, каких-то других изделий, они в изменении не деньги обесценились, а выросла цена хлеба в силу его дефицитности. Это разные вещи, нельзя назвать обесценением денег, потому что относительно других денег, других товаров, деньги не обесценились. Во-вторых, благодаря вот этому впрыскиванию денег, у вас в парне возможно, хотя я и не историк, не знаю, как там дело обстояло, открылись некие амбары, закрома, откуда были вынуты дополнительные товары. Ну, а деньги эти, которые впрыснул Борис Годунов, они осели в виде сокровищ. К их обесценению это не привело. Вот это, что касается обесценения денег. Да, да, да. Вот тут надо четко понимать, денег как денег или денег как средство вращения. Вот если действительно Борис Годунов раздал медные или серебряные, неважно, какие-то монеты, это одно. А если он бы напечатал, грубо говоря, ассигнации и их раздал? Ассигнации, это у Маркса там, дальше мы сегодня посмотрим. Может, товарищи это? Нет, в те годы ассигнации не было, имелись в виду именно деньги. Медные и серебряные деньги, как вы совершенно верно сказали. Серебряные и золотые деньги, а медные деньги – это все-таки заменительные деньги. Ну, нет, Маркс пишет, что медные деньги, во-первых, это с чем связано производство денег из менее благородных металлов, чем золото, серебра и меди. Во-первых, это связано с проблемами печатания, не печатания, а чеканки очень мягкой монеты разменной, золотой. А во-вторых, это исторически было время, когда медь и серебро выступали в качестве основного эквивалента денежного. В те времена, я думаю, медь, она в парне, так сказать. Это не принципиально. Да, это то есть... Обседаемый вопрос. Да, так, если крамора в моих высказываниях не было... Все правильно, кроме того, что социализм, вот не надо сюда в качестве примера привлекать, социалистическая экономика функционирует на принципиально иных. Но капитал обложения есть? Нет. Нет капитала есть. Я воспитан всю жизнь на капитал обложения. Вы же знаете, что и денег нет. В политико-экономическом смысле и капиталовложения нет, политико-экономическом смысле. Нет такого терминного обложения. Термины есть. Но они функционируют на других основах, а не на этом вот. Хорошо. Но это отдельный разговор. Хорошо. Давайте мы посетим. Ладно, давайте тогда так сказать. Вот, далее. Герасимов перелил из пустого в порожнее производство. Вообще, короче, в чем товарищ не согласен? Товарищ не согласен с тем, что при производстве избытков товаров X, под X он и понимает стоимость производства единицы товара, не меняется. M, это объем производства, ни в коем случае не влияет на X. А последовательно может через разорение ткачей, деградацию развития технологий. Значит, товарищи, вот предположим, что было в результате производства сделано было M нужных единиц чего-то там. Ну, пускай единиц Харста там, Акшин Харста, N число ненужных Акшин Харста в смысле избыточных. И что мы видим? Мы видим, что общая трудозатрата на производство этого равняется M плюс N умноженное на X. Это их число. Значит, где Y, это общая стоимость, X стоимость производства единицы товара. Но, востребовано-то было только M, и востребована была стоимость суммарная M на X. Или же M плюс N умноженное на X со штрихом, где X штрих – вот это вот уменьшившаяся стоимость единицы товара, то есть Акшина Харста. Таким образом, X со штрихом равен X, это то количество времени, которое потратили ткачи на самом деле. А дальше наверху у нас M, а внизу M плюс N, умноженное вот на это соотношение. То есть, они потратили-то по три часа, скажем, на изготовление Акшина Харста, но выяснилось, что из этих трех часов в час они потратили на изготовление Харста ненужного, то есть забавы для, скажем так. И поэтому это время не входит теперь уже, как выяснилось, в стоимость, оно не нужно. И поэтому оно не является общественно полезным временем. И пострадали от этого все ткачи. Потому что, как у Маркса там писал, всякие примеры о круговой поруке, страдают от этого все в такой вот мере, что стоимость Харста действительно упала. Так, можно еще взглянуть тут? Почему она упала? Да, да, да. Ну, ты здесь почитал. Тут автор замечаний, или как, скажем так, возражения пишет. На производство затрачено избыточное M, равное M, то есть количество избыточных единиц Харста, умноженное на их часов конкретного труда. И дальше, дальше пошел писать. А почему-то, кстати, конкретное, почему-то это слово конкретный труд. Ну, вот это хороший вопрос, потому что в нем видно, что человек не поймает прямо исходного. Ведь товар это что такое? Единство двух сторон потребительной стоимости и стоимости. Потребительная стоимость создается конкретным трудом, а стоимость это абстрактный труд. Конкретный труд не имеет непосредственно вообще никакого отношения к созданию стоимости. То есть Иван Михайлович не туда вставил. Нет, это вот если автор так написал, то есть он совершенно путает. То есть стоимость не упала, я правильно вас понял? Нет, упала, упала. Как же она упала? Потому что это абстрактный труд, он описался здесь, он использовал слово конкретный труд. Конкретный труд вообще в стоимости не участвует в создании стоимости. А вы его вводите. Что значит? Я его не ввожу, я вот Маркс ввел, что в создании стоимости... Нет, вот сюда, ваше вот это вот... Что? Это же не конкретный труд. Это же не конкретный труд. Кто сказал, что это конкретный труд? Нет. Это стоимость, абстрактный труд, это все правильно. Нет. Если берется кто-то писать, так надо точно писать. Ну, нет, он написал, это он, конечно, не очень точно, но мы-то пытаемся разобраться в чем. Что есть какое-то количество труда, правильно? Ко всему прочему, товарищ не видит разницы между конкретным, абстрактным трудом. Это исходное понятие, Александр. Стоимость... Еще вот мне не совсем понятно. Если стоимость производства холста, это количество затраченных часов, ну, количество затраченного труда, допустим, 8 часов, абстрактного, естественно, то произвели они больше его, чем рынок потребит, меньше, как стоимость, и как изменится? Просто часть товаров будет нереализована, и все. Стоимость меняется так, что... А стоимость остается даже. Подождите, еще раз, значит, тогда еще раз по этому пройдем. Ткач затратил 3 часа, ну, средние, общественно полезные труд, в среднем 3 часа на производство аршина хорста. Из этих аршин хорста паровина, скажем, оказалась не востребована на рынке. Это значит, что он из этих часов, портора часа, занимался полезным трудом, то есть ткал то, что людям нужно, а портора часа, он занимался для своего удовлетворения, производив то, что оказалось излишним. Ничего подобного, а так оно и есть. А как он может это определить? Ничего подобного, часть товара оказалась не востребована на рынке. Не может определить. А стоимость осталась та же. Он не может этого определить, но он от этого пострадал. Пострадал он, да, но стоимость никогда не делал. Хорста. И цена, как денежное выражение, стоимость. Мотивировать, кроме формулы. Что значит мотивировать? Стоимость – это затраченный в хорсте абстрактный полезный труд. Правильно. Ну, да хотите сказать, что труд от этого стал бесполезным. Да, труд стал бесполезным. Труд, произведенный на производство излишков, это бесполезный труд. А как же тогда все кризисы, да? Ну, что? Ну, потому что, увы, говорите, это все время происходит. Всегда. Всегда какое-то количество товаров оказывается невостребовано. У нас здесь пока простое товарное производство. Я понимаю, что даже в простом производстве вы не всегда сможете реализовать свой товар, но он может быть лучше, чем у соседа. Все равно. Да. И вот это вот, то есть, и то, что вот этот товар… Цена может измениться, да, но стоимость останется такая же. Стоимость останется, будет меньше, потому что тот товар, который продали, его продали, а тот, который не нужен, он не нужен. Тогда это правильно противоречит количеству затраченного труда, потому что вот если мы берем средний человеческий труд, то в принципе мы можем вообще от конкретного труда уйти. А у вас получается, что у вас есть какая-то стоимость исключительно для ткачей. Пока труд, затраченный на производство излишков, это не труд в политэкономическом смысле этого слова. Это деятельность на производство ненужных вещей. Маркс, подождите, приведите, я Маркс. Ну, это факт. Крут, затраченный на производство излишков. Каких излишков? Может, их могли бы потребить? Во-первых, у Маркса это есть, Оксана, давайте, так сказать, это оставим грязучей критики мышей, мы достаточно четко здесь выразились. Просто не четко. Вот, очень четко. Так, давайте дальше. Не убедились. Цена – это не денежное выражение стоимости. Это только в английской политэкономии. А количественное выражение стоимости. Надо отражать диалектику мысли Маркса, а не читать фразы в книге. Цена, ну и дальше. Похоже наоборот, автор здесь. Да, вот. Ну и дальше он приводит цитату из третьего тома. Цена качественно отличной стоимости – это абсурдное противоречие. И так далее. В третий том мы залезать не будем, но вот цена – это не денежное выражение стоимости. Это товарищ очень сильно неправ. Это не просто в английской политэкономии. Это и у Маркса, и это так оно и есть. Какое выражение – это, скажем так, ревизия марксистской позиции? Какое? Это цена неденежной выражения стоимости, но некое количество выражения стоимости. Мы, кстати, это разбирали, по-моему, на двое. Ну, мы это немножко, ну вот, так сказать, не всем в прок это пошло, то, что мы разбирали. Ну, а как же? Что такое цена? Это то количество особого товара золота, обмениваемое на наш товар. Мы можем свой хорст обменять на сюртук, а можем на некоторое количество золота. Здесь никакой разницы нет. Но если мы обмениваем хорст на сюртук, ну, это простая, случайная, единичная форма стоимости. А если мы обмениваем на золото, то это уже будет денежная форма стоимости, и количество золота, которое поручим мы за свой сюртук, это уже будет ценой. Вот это вот. Нет, нет, нет. Цена – это мысленно представляемое количество вот этого денежной стоимости. Правильно? Нет, ну, если мы реально… Цена – это количество золота, порученного за… Нет, что значит, количество золота – это количество золота. Да. Золото имеет стоимость, а цену имеет товар, который обменивается на золото. Вот выразить, чтобы в количестве золота… Да, это денежная форма. Надо товару придать цену, да? То есть, цена есть у товара, но нет ее у золота, например. У золота цены нет. У золота цены нет совершенно. И что? Это цена – это зеркало, вот это вот, зеркало, которое отражает стоимость денежного товара. Виктор Иванович, разве нельзя сказать, что цена – это количество золота, обмененного на товар? Это вы ставите телегу впереди лошадь, вот так вот. То есть, сначала товар производится, ему назначается цена, которая пока еще есть идеальное понятие, только потом он обменивается на золото. Это цена, вот как бы, можно образное выражение, как зеркало, да? Вот зеркало, в котором, денежное зеркало, в котором товар видит свою стоимость или выражает ее. То есть, по этапу надо идти. А уже потом, следующий этап, когда происходит процесс обмена, обменивается определенное количество товаров на определенное количество золота. То есть, про цену… Бежали вперед. То есть, это про количество золота, отдаваемого за товар, нельзя сказать, что это цена. Цена эта только рассматривается как… Нет, да? Почему? Нет, потому что это… Это же реализованная цена, скажем так. Ну, реализованная цена. Тогда нужна цена. Цена уже появляется тогда, когда товаровладелец, он сопоставил, да, еще мысленно сопоставил стоимость того, что… Назначил цену. Он назначил цену. Назначил цену. Да. Сопоставил только. Да. А не реализовал. С каким-то количеством денежного товара. Ага. То есть, это вот уже цена. Да. Это отбиск золота на товаре. То есть, и не факт еще, что он продаст за эту цену. Не факт. Вот он продаст какую-то другую. Конечно. Это уже… Мы дальше бежим уже. От, так сказать, фундамента дальше. В этом влиянии спроса и предложений и прочее, прочее, прочее. На аукционе он может… Ну, пока мы в этом влиянии спроса и предложений не рассматриваем. Надо абстрагироваться от него. На количество золота все-таки, которое отдали за товар, это цена или не цена? Нет. Нет, не цена. Это реализованная цена. Вот так, может быть, сказать. Но зачем так? Вот это пусто реализованная. Это стоимость. Нет. Нет, это не стоимость. Которое – товар, которое переселилось в деньги. Стоимость – это… Нет, 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 нет. Количество золота имеет стоимость? Стоимость – это… Как-то нет. Стоимость – это затраты труда. Ну, у денег есть стоимость? Есть. Ну, что? Ну, что? А цены нет, правильно? Ну, что? Ну, цены нет. Потому что она не в чем… Она выступает, как… Ну, а как вот назвать тогда вот количество золота, которое отдали за данный товар? Может, так и назвать количество золота. Ну, реализована цена. Сто унций золота. Я продавь сто, я продавь по цене такой-то. Мы продали, да, и хорошо. По цене такой-то. Реализовали. Первый этап. По цене такой-то. Да, реализовали. То, что я золото за него получил – это цена? Ну, если я его продавь по цене такой-то. Цена – это денежное выражение стоимости товара. Вот и все. Да. Денежное выражение. А не то, что вы получили. Это за разные… Товар же за деньги. За разные, так сказать, глаголы по самосодержанию. Выразить стоимость товара в каком-то количестве денег. Либо получить какое-то количество денег за этот товар. Да. Вы убегаете вперед на несколько этапов. Вы уже рассматриваете, скажем так, функцию денег, функцию денег, как средство обращения. Да. А первая – это функция – мера стоимости. И вот именно здесь первой функции цена придается. Но в Мегасо, если рассматривать деньги только как меру стоимости, то, конечно, да. Это первое исходное. Это нечто идеальное, что пока еще не имеет своего воплощения. А дальше идет процесс товара. То есть, ну, если мы здесь… Воплощение. Так, что-то мы дальше. Ну, ладно, тут чего-то этот гражданин много всего написал. Да нет, там ключевое, то, что он пытается, скажем, прямо реализовать марксистское положение о том, что цена – денежное выражение стоимости. Да. Вместо него пытается подсунуть некую, так сказать… Ну, будем надеяться… Цена – это количество выражения стоимости. То есть, цена приравнивает к стоимости. Бумысли, что стоимость называется ценой. Будет, да. Будем надеяться, что это не по зарабе, а по незнанию. Ну, все по незнанию, понятное нет. Ну, надо здесь бывает скоро. Так, ну, ладно. Значит, сегодня у нас тема – это, во-первых, мы должны закончить с гравой третий день для обращения товара. Тут последний пункт С – это… А, нет, вру-ву-ву, это пункт С – это параграф. Последний пункт параграфа, как называется, уже забыл. Монета – средство обращения. Нет, монета – знак стоимости – это пункт, а параграф – средство обращения. Да-да-да, здесь рассматриваются деньги как средство обращения. Вот. И последний пункт С этого – это монета – знак стоимости. Ну, он на самом деле простой, потому что расплачиваться золотым песком, либо слитками неудобно, во-первых. Ну, а во-вторых, всякого рода правители, они неминуемо хотели взять под контроль обращение денег в стране. И таким образом пришли к идее такой, что надо брать заранее взвешенные, там более-менее строго, куски золота, на них что-то чеканить, начиная от первых достаточно примитивных чеканок и кончая достаточно такими развитыми и сложными чеканками уже в конце средних веков, в начале нового времени. Вот чеканить монеты. И писать на них непосредственно, сколько они весят, и, соответственно, в соответствии с этим, чтобы они выступали в качестве денег на территории данного государства. Ну, значит, что здесь сразу же из этого, что здесь повлекло, какие следствия? Во-первых, то, что написано на монете, со временем не соответствовало тому, что на самом деле в силу естественного износа, естественного истирания золота. Во-вторых, у государей был сильный сообразный, они его реализовывали в меру своих способностей. Ну, во-первых, с точки зрения постепенного облегчения монет. И Маркс ранее писал, что на протяжении столетий правители фальсифицировали монеты, в том числе и с точки зрения веса. И приводил примеры, как монеты там в разы и даже в тысячи раз, как и португальские песо, отличались от первоначального веса. Во-вторых, государей начали мухлевать составом денег, добавлять туда всякие другие составляющие. И это привело к тому, что монета постепенно все… Да, и износ этих денег со временем был узаконен, то есть до определенного износа полегчавшая монета была законным средством протяжа и законным средством обращения именно на ту сумму, которая считалась именно тем весом золота, который на ней выбит, несмотря на износ. Это неминуемый вирог к тому, что постепенно монеты из парноценных денег стали превращаться в знаки денег, то есть в некоторую символическую субстанцию, которая заменяла деньги определенной стоимости в рамках данного государства, под врастью данного правительства. И это естественным путем не могло не наторкнуть на идею выпускать денежные знаки, но практически, можно сказать, не имеющие стоимости по сравнению с их номинаром, это бумажные банкноты, что и старое реализовываться, начиная с конца средних веков в Европе, а затем и повсеместно. И в настоящее время мы практически с деньгами Дера не имеем, мы имеем Дера с вот этими заменителями денег, представителями денег, можно так сказать. Значит ли это, что деньги, они, их не старо? Нет, не значит. Вот если, скажем, вы задумаете судиться с каким-нибудь там Дерипаской или Абрамовичем, вы в заврах суда его не встретите, вы будете иметь Дера только с его представителями, естественно. Но это не значит, что их нет, и не значит, что вы судитесь с представителями. Вы судитесь с самим, так сказать, этим товарищем, а представителями вы просто имеете Дера. Но вот другая Дера, это уже позже скажет Марц, что мерой производства этих ассигнаций должно быть количество золота все-таки в государстве. Сейчас это как-то вот не обеспечено, и хождение денег, оно во многом обеспечивается именно законодательством, именно, не хождение денег, а хождение банкнот, хождение заменителей денег, оно обеспечивается во многом силой государства. И если мы вспомним, что в советские времена на банкнотах писали, что деньги обеспечиваются имуществом, а от 10 рублей, по-моему, писали, что обеспечивается уже золотом, то сейчас этого ничего не пишут, там пишут, что это некий казначейский билет, ну и как их иногда называют... Билет Госбанка. Чего-чего? Билет Банка России. Да не Госбанка, Банк России не Госбанк. Ну да, да, ну я говорю... Билет Банка, билет некого банка, ну или как их называют долговые расписки правительства. Вот, вот это что касается, сюда мы зашли, вот да, ну а когда дело доходит до межгосударственных расчетов и юрисдикция данного правителя, текая чеканящего монету, она кончается на этом, то приходится эти монеты переливать назад в золото. И это вроде бы за такие затраты труда, здесь вот Маркс приводит, что вот некоторые даже возмущались, что правительство чеканит деньги и никакой пошли, иногда за это брали пошлину, а чаще нет, и вот эти деньги начеканенные, они также стоят, как эквивалентный кусок золота, хотя это трудоемкий процесс чеканки монеты, эта стоимость добавленная никак не учитывается. Ну и тем не менее, государи это дело из своих рук не выпускали и, по-видимому, имели свою выгоду в чеканке денег и в некоторых трудозатратах, вроде бы как, неоправданных. Вот это вот что касается монет. Добавить можно, Иван Иванович? Ну вот просто вы оговорились, наверное, просто вы сказали, что монета выступает не в качестве денег, а в качестве средств обращения. Монета, в общем, и есть деньги, она является деньгой. Монета считается деньгой. Это просто часть денежного материала, которая… Кусочек денег. Кусочек денег. Значит, на всякий случай мы поясним, что имеются в виду, конечно, не нынешние монеты, которые по своему значению не отличаются от банкнот и никакого отношения к реальной стоимости не имеют, а имеются в виду монеты золотые, серебряные и медные, которые действительно были деньгами. Деньгами, то есть в их переплавке они давали эквивалентную денежную… Просто тут надо уточнить, что для обращения, чтобы использоваться в качестве средств обращения, деньги должны принимать форму монеты. Невозможно расплачиваться слитками золота. Они должны иметь определенный вес. При мировой торговле именно так. Слушайте, мы не про мировую торговлю. Мировая торговля не имеет отношения к средствам обращения. Это не функция, это другие совершенно функции денег. Тут надо разделить их. Средства обращения, то есть внутри государства определенного. Как вы правильно сказали, само государство в лице государей, царей и так далее берет на себя вот эту чеканку монет или нарубку и что угодно. Оно может использовать иностранные деньги, например, в России, насколько я посмотрел, вот эти талеры, которые там серебряные были, привозились сюда, их тут не использовали, а их тут переплавляли, делали из них свои монеты. Но это ж не ходили. Ну нет, они не ходили. Даже название Ефимок у них там был, я так бы считал, от Иохима, который там в Германии так называл, учатал. Второе, что износ, он существует объективно, да? То есть деньги идут в обращение, независимо от воли государя, они изнашиваются, да? И они теряют свою стоимость. И создается противоречие между… Налицательная стоимость. Ну да, в масштабе цены они, допустим, выражают стоимость, например, 10 грамм золота, а реально в них уже не 10 грамм золота в одном этом талере. Помните? Сай, мы об этом говорили. Ну что вы повторяете? Я не повторяю, просто уточняю. Вот я послушал, вы правильно все сказали, но немножко есть некие неточности, за которые зацепятся и вам напишут комментарии. Не заметил, может быть, вы не сказали, что все-таки с более дешевыми металлами, с монетами из более дешевых металлов немножко разница по сравнению с золотыми в том плане, что государство часто произвольно назначает их, так сказать, металлическое содержание, и там гораздо сильнее может расходиться реальная стоимость металла и номинал. И это вот дальнейшее расхождение. Это самое законодательное, зачастую ограничивают объем изделок, опрачиваемые золотыми и серебряными деньгами. То есть крупные изделки могут быть только золотом, и в общем-то практиковали, и просто золото это самое. Оно, если сейчас вы будете там с кем-то золото покупать, продавать, вас могут привлечь. А в средние века оно использовалось иной раз. Привозили его с собой откуда-то. Кстати, в Соединенных Штатах даже вот в этом, у Джека Лондона, там мешочек золота, да. То есть и такого, чтобы… Ну, конечно, это затухало все по мере удаления от заратоносных районов, но такого, чтобы вот было это запрещено и совсем не практиковало. Оно и не должно быть запрещено. Мы же берем товарную экономику, правильно, изначально. У нас сейчас товарная экономика, но… Сейчас на другом этапе. Появляется вот в этой же функции монеты уже изначально заложено то, что ее можно заменить, как бы, заменителем денег, да, представителями денег, да. То есть купюрами, ассигнациями, которые стоимости сами по себе не имеют, но государство своим, так сказать, волевым решением назначает их как средством вращения. Они не являются деньгами, но они являются средством вращения. Представители. И вот сейчас очень многие путают вот этих представителей денег, этих представителей денег. То есть человека в обычной жизни сталкиваются с деньгами только как средством вращения. Он их не накапливает. Как-то со средством в протяжах, кредиты в протяжах. Подождите, мы сейчас дальше пойдем. Вы опять вперед. Нет, я не вперед, а вы говорите, только как со… Это вы неправильно уже сказали? В большинстве случаев, не всегда. Ну да, как кредитом, да. Ну, вот сталкивается он обычно вот так. И считает, что они какую-то стоимость имеют. Не имеют. Это узаконено государством. На другом государстве вы с рублями приедете, и у вас, ну, если договоренности какие-то есть по обмену, ну, может, еще примутся. Вы ими не расплатитесь в другом государстве. Будете их как-то менять. Вот. И тут еще, вот вы, по-моему, забыли сказать, что будет происходить, если количество... То есть, для функционирования, мы вот только что по этой формуле выясняли, необходимо какая-то масса денег, чтобы функционировать в качестве средства протяжа, да? То есть, какое-то количество золота должно быть постоянно в обращении. Не только в качестве средства протяжа, но и в качестве средства обращения. Извините, я говорил, в качестве средства обращения, да, извините, в качестве средства обращения нам должно быть находиться какое-то определенное количество золота. Оно будет постоянно меняться, да? Государство, когда на место его вводят бумажные деньги, И полностью заполняет все каналы То есть в обращении уже нет никаких золотых монет Только бумажные деньги Если она будет увеличивать Эту сумму денег Сумму этих Количество денег Количество этих бумажек будет выше становиться Чем количество золота Соответственно и То количество золота, которое оно представляет Будет уменьшаться То есть если раньше было, грубо говоря 100 тысяч рублей представляло Один килограмм золота Который обращался Напечатали 200 тысяч рублей То 200 тысяч рублей будет представлять тот же Килограмм золота Изменится То, что нас называют инфляцией Понятно, Оксана Коротко мы об этом Инфляция Когда дешевеют представители денег Деньги сами по себе Золото, оно ничего не меняется А представители денег Если в экономике То есть во времена Маркса еще не было такого Чтобы в обращении были только бумажки И золото не было Разделим Есть понятие инфляции А есть процесс обесценивания Деньги Да Я понимаю Связанный Мы сегодня об этом коротко сказали Еще до того Поэтому я на этом не стал останавливаться А вот по инфляции Тут вот это действительно Это рычаг определенный в руках правителей И он может быть направлен на разные цели Вот при буржуазной власти Для чего используется инфляция Она используется для отъема Средств у населения Потому что инфляция Дает повышение цен На все товары Кроме товара Рабочая сила И получается, что Если и зарплаты И пенсии Они остаются на прежнем уровне Либо растут медленнее инфляции То таким образом У людей изымаются средства Причем изымаются максимально бесконфликтно То есть люди к этому относятся Как к какому-то стихийному бедствию И тут как-то что делать Вот инфляция У всех как бы отнимают Очень эффективно Но есть и другие примеры Скажем, вот инфляция В советской России До 2024 года Она как раз ставила другую цель Изъятие денежных средств У мешочников Спекулянтов И так далее Чтобы в качестве Средства накопления Деньги тогда не функционировали Рабочим Зарплату повышали регулярно И, кстати, были моменты Когда ее чуть ли не каждый день выпрачивали Но тут я не уверен Не буду говорить А что касается Если вот вы вспомните Даже там золотого теленка Как корейка Там где-то он там сделал Миллион Это все превратилось Бог знает во что Где-то он сделал миллиард Курс обратил эти деньги В порошок То есть вот Те, кто пытался Деньги как-то вот Накопить У них постоянно Вот это происходило Обесценение денег А рабочие Несмотря на такую Гиперинфляцию В 2024 году Жили, конечно же Лучше, чем в 2018 Вот это Разные способы Использования инфляции В разных целях А крестьяне По вашему Загалочиваться хуже Давайте мы Советскую экономику Даже экономику Переходного периода Но не притягивать К товарному производству И капитализму Это разные вещи Товарные были Вспомните Еще одного Гениального человека Ленина Владимир Ильич Он что писал Что продукция Он писал Об экономике Переходного периода Многоукладной Что продукция Солистической фабрики Обмениваем На крестьянское Продовольствие Уже не товар Перестает быть товаром Во всяком случае Не товар Да Может быть Поэтому не надо Вот эти примеры брать Они То есть значит инфляция Это Значит инфляция Это понятие Не просто капиталистической экономики А капиталистической экономики На том этапе развития Когда уже у нас господствует Монополистический Или государственный Монополистический капитализм Вот средние века было То бесценивание денежных знаков А А инфляция Это вот А в России В советской В это время Это была не инфляция Нет не инфляция Там же 5 Используйте Другой термин По содержанию Это же вы правильно сказали Инфляция Это что Повышение цен На все товары Кроме товара Рабочая сила А что было В советской экономике Изъятие Такой метод Изъятие Скажем так Вот этих Нетрудовых доходов И повышение Заработной платы Соответственно Реальная заработная плата Рабочая Какой это Совершенно другой термин Он должен И нельзя Даже и термин Инфляция Здесь неприменима Он запутает людей На сцене Все Хорошо А то что кто-то Использует это В разговорной речи Ну не подумав И бывает так Если послушать Даже Элекции Иван Михайлович Ваш Мои Я вот так Вот Правильно Степан Степан Сказал И кстати Банкноты Тоже не совсем Точный термин Изначально Банкноты Это Долговое Обязание Учтенное Банком А 17 А 17 Правильно Сказать Банкнота Вот что такое Нет Нет Вот А сейчас Билет Государственного Банка Вот что нужно Говорить Не государственного А банка России Билеты Банка Россия Государства Ну и мы В лекциях Иногда говорим Деньги Тоже неправильно К нам можно Прицепиться Но мы-то Понимаем Содержание Вот Точно Билет Банка России Не банкнот Не деньги Тем более А про Ассигнацию Можно сказать Нет Ассигнацию Нельзя сказать А что же Как определить Ассигнацию Билет Банка России Ну ладно А что такое Ассигнация Тогда Почему это Нельзя Применять Значит Ассигнации Когда они были Это деньги По сути Сделают Заменитель Денег Да Это бумажные Деньги А сейчас Это не Заменитель Денег Заменитель Денег Но на них Ну не Ассигнация А билет Банка России Да Радно Давайте тогда На этом Эту Трудоемкую Часть Закончим Сего же Вы Это самое Наоборот Сказали Мое Да Так что Продолжите А в чем Вы отняли А это вы рассказываете А что вы молчали Может еще Ну давайте Я правда Забыл Я давайте Расскажу Да Давайте Итоги-то Какие-то Подведите Я правда Забыл Что Мы ему Все сказали Нет Ну самый Главный Бумажные Деньги Это что Такое Бумажные Деньги Это Знаки Денег Знаки Золота Ну да Знаки Золота Представители Представители И почему Вот они Ни с того Ни с сего Становятся Представителями Или знаками Денег Где это Золото По разным Причинам Да по одной Причине Ну вот Давайте Процитируем Карла Маркса Что Бумажные Деньги Являются Знаками Золота Или Знаками Денег Их отношение К товарным Стоимостям Состоит В том Что Последние То есть Стоимость Товаров Идеально Выражаются В тех Самых Количествах Золота Которые Получают В бумажках Чувственно Воспринимаемое Символическое Ворожение Бумажные Деньги Лишь Постольку Знаки Стоимости Поскольку Они Являются Представителем Известного Количества Золота Это Вот То Что Можно Дальше Дальше Третий Что Деньги Кто Готовил Никто Не Готовил Давайте Товар Который Функционирует Я прошу прощения Что читаю Но Товар Который Функционирует В качестве Меры Стоимости А поэтому Также Непосредственно И через Своих Заместителей И в качестве Средства Обращения Есть Деньги То есть Это Более Сложное Уже Такое Более Развитое Определение Товара Которое Мы Знали Более Простое Определение Это Всеобщий Эквивалент Товара И это Определение Более Сложное Оно Тому Не Противоречит Но Оно Более Развернутое Таким Образом Золото Или Серебро Как Было При Марсе Ну А сейчас Как Совершенно Верно Сказал Виктор Иванович Тут И Пратина Примешивается И так Далее Это Все Могут Быть Деньгами И Таким Образом Деньги Выступают Единственным Адекватным Бытием Миновой Стоимости В противовес Всем Другим Товарам Которые Выступают Только Как Потребительные Стоимости Ну Тут Вообще Я не Очень Понимаю Почему Товарищ Маркс Так Вот Построил Здесь Своё Изражение Мы Вот Там Изучали Уже Деньги Как Средство Обращения А Здесь Вот Другие Функции Денег Почему Теперь Сначала Как Мира Стоимости Потом Как Средство Обращения А теперь Уже Все Непосредственно Как Деньги И тут Три Собственно А то Было Непосредственно Как Деньги То Было Как Б Функции Денег Первая Функция Это Мира Стоимости Вторая Функция Это Средство Обращения А теперь Мы Берем Деньги А Средство Протяжа Это Не Свойство Как Деньги И Вот В этом Выделяется Еще Три Образование Сокровищ Средства Полтяжа Так Почему Понятно Значит Третье Как Называется Деньги 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 Как Деньги Вот Первая Мира Стоимости Они Выполняют Свою функцию Что Идеально Вот Нету Этих Денег Они Выполняют Функцию Нету Вообще Их Может Быть Ни Одного Миллиграмма Золота А Функцию Они Могут Исполнять Вторую Тоже Могут Вторую Тоже Там Заменители Могут Исполнять Это Масштаб Цены Это Все Прошли Это Входит В Средства Обращения Заменители А вот Три А вот Средства Блатежа Тут Не знаменит Как Деньги А вот Давайте Рассматривать По порядку По порядку Образования Сокровищ Сначала Ну Тут Это Просто Достаточно Потому Что Часть Денег Часть Денег Выпадает Из Обращения И Накапливается У Их Владельцев Ну Как Пишет Маркс Каждый Для того Чтобы Получить Деньги За свой Товар Каждый Обязан Продать Свой Товар Но Никто Не Обязан Сразу Купить Только Потому Что Он Что То Продал Поэтому У Человека Товаропроизводителя Вот Этот Вот Деньги Накапливаются У Него Есть Желание Их Так Сказать Себе Не Тратить Сразу А Как Накопить То Есть Образовать Сокровища Эти Деньги Уже Не Находятся В Обращении Они Оседают У Него В Качестве Сокровищ И Это В Качестве Сокровищ Почему Потому Что Это Товар Всеобщий Эквивалент В Любой Момент Их Можно На Что-то Потратить Можно Их Применить Когда Накопить Большую Сумму Этих Денег Вот Поэтому Товаропроизводитель Старается Свой Товар Продать А Денежный Товар Придержать И поэтому Деньги Выпадают Из Обращений И Накапливаются В каких-то Местах Образуют Сокровища Там Они Не Являются Уже Могут Образовывать Сокровища Только Как Деньги То Что Вы Сейчас Говорили Недавно То Что Копили Там Бумажки Бумажки Тут же Государство Взяло И Новое Вело И До свидания А Золото Оно Есть Золото Оно Всегда Будет Оно Оно Имеет Стоимость Да Его Всегда Возьм Примут В На него Всегда Можешь Скупить Да Поэтому Естественное Стремление Людей Вот Эти Деньги Как Сокровища Сохранить Их Можно Если Какой-то Крупный Владелец Денег Переплавить В Какие-то Предметы Антикуриата Можно Использовать Просто Как Монеты Ну Вот Это Сокровище И В этом Смысле Вот Это Образование Сокровищ Оно Влияет Может Влиять И На Обращение В том Смысле Что Если Оно Выводится Из Обращения Деньги То есть Деньги В экономике Есть А в Обращении Они Не Используются Люди Их Копят Вот Это Что Касается Образование Сокровищ Ну И Опять Если Немножко Дальше Забежать То Это Мы Не будем Ладно Забегать Марк Зверица Что От Этого Пишет Вырастает Даже Такая Мораль Что Побольше Больше Работать И меньше Тратить Больше Себе Сохранить Этих Сокровищ Трудолюбие Бережливость И Скупость Скупость Ну вот Это то Что я Так сказать Помню Ну вот Образование Сокровища Оно Объективно Вызвано Тем Что при Развитии Товарного Производства Как писал Маркс Каждый Товаропроизводитель Должен Обеспечить Себе Известный Общественно Признанный Зарук Потому Что Его Продажа Его товаров Зависит От случайностей А чтобы Купить Не продавая Он сначала Должен Продать Не покупая Таким Образом Во всех Пунктах Накопления На всех Пунктах Обращения Накопляются Золотые Себряные Сокровища Самых Различных Размеров А с Расширением Товарного Производства Товарного Обращения Растет Вразь Денег Это Абсолютно Общественные Формы Богатства Всегда Находящиеся В состоянии Боевой Готовности И тут Вот дальше Маркс Применяет Пишет Значит О том Какое Влияние Имеет Накопление Этого Богатства На Дера Общественная Приводит В частную Хорошую Стату Корумба Золото Удивительная Вещь Кто Обладает Им Тот Господин Всего Чего Он Захочет Золото Может Даже Душем Открыть Дорогу В рай Это Корумб В письме С Ямайки Писар И далее Чтобы Все делается Предметом Купли Продажи Обращение Становится Короссальной Общественной Ретортой В которую Втягивается Все Для того Чтобы Оттуда Выйти В виде Денежного Кристалла Этой Архимии Не могут Противостоять Даже Мощи Святых Вот И подобно Тому Пишет Марс Как в деньгах Стираются Все качественные Различия Товаров Они в свою очередь Как радикально Уравнить Их Стирают Всяческие Различия Вот тут Но деньги Сами Товар Внешняя Вещь Которая Может Стать Частной Собственностью Каждого Всякого Человека Всякого Отдельного Человека И Общественная Сира Становится Таким Образом Частной Сирой Частного Лица Вот Это Накопление Богатств Оно Ведет К тому Что Общество Переливает Свою Сиру Конечно Сиру У этих Лиц Велика У тех Так Сказать Олигархов Так Называемых Крупных Капиталистов Оттичное Общество Поносит По этому Деньги Как Монету На Которую Разменится Весь Экономический Моральный Украт Его Детство Это Вот Здесь Вот Ну И Для Накопления Сокровищ Совершенно Верно Как Вы Сказали Значит Здесь Мораль Такая Утверждается Мораль Накопительство То есть Скромность В обращении Человек Себе Отказывает Для того Чтобы Накоплять Ну И Марс Тут Приводит Что Хотя Конечно Стоимость Самих Денег Меняется В силу Того Что Открываются Новые Месторождения И так Далее Но Тем Не Менее Как Бы Они Дешевели Деньги Все Равно 100 Унций 200 Унций Золота Больше Чем 100 300 Больше Чем 200 И Поэтому Накопление Сокровищ Оно Не Знает Границ И Марк Сравнивал Здесь Накопитель Сокровищ Завоевателем Вселенной Который С каждой Вновь Завоеванной Страной Получает Не новую Страну А новую Границу Длиннее Прежней Вот Это Вот То есть Чем Больше Копишь Тем Больше Хочется И Границ Здесь Нет Вот Ну и Далее Макс Приводит Пример Что Наряду С непосредственной Формой Сокровищ Развивается Эстетическая Форма Обладания Золотыми Серебряными Предметами И Растет Это С родством Богатства Созидание Сокровищ Упорняет Различные Функции При Металлическом Обращении И В частности Вот Это Накопление Сокровищ Это Выступает В качестве Аккумулятора В качестве Регулятора Денежной Массы Потому что У нас Обращение Товаров Оно Ну оно Как-то Выравнивается Но все равно Оно не Постоянно По времени Оно как-то Пульсирует В том числе С какими-то Там Связанными С природными Явлениями И Сезонными Явлениями А вот Накопление Сокровищ Оно здесь Играет роль Аккумулятора И это Вот оно И деньги Благодаря этому Масса денег Находящаяся В обращении Не Перепорняется И не Оскудевает Единственное Что вы Капиталистов Контичности Зря Примешали А что Капиталисты А я где Нет Ну там Когда про силу Богатства Говорили Вы назвали Про капиталисты Но дело в том Что капиталисты Он отличается Принципиально От накопителя Сокровищ Он наоборот Деньги Тратит Чтобы заработать Капитал Это другое Я согласен Но вот Тем не менее Люди эти Скряжистые Я думаю У них там Лежит Капиталист Не должен быть Скряжистым Ну хотя Я имею в виду Сокровища Тоже он может Конечно Немало Я думаю Ну Б это Средство платежа Средство платежа Возникает Когда У нас Разрывается Непосредственно Ну оно и так У нас Как мы знаем Формула Товар Деньги Товар Она имеет Два Так сказать Медоморфоза Первое Превращение Товара в деньги А второе Превращение Ну то есть Продажа А второе Превращение Денег в товар Вот Но по мере Развития Товарного Производства Появляется Такая Форма Обмена Она Как Кредит То есть Товар Получается Покупателем Да От продавца Но деньги Он должен Будет заплатить Позже Вот И Соответственно Возникает Такая Ситуация Когда Значит Продажа Уже Совершена А купли Еще Нет Она Отложена На более Поздний Срок И эти Деньги Которые Кредитные Уже Выступают Как средство Платежа Она может Как-то Частями Выплачиваться Ну как Кредит Или потом В определенный Момент Через Месяц Через год И так далее Это Создает Ну еще Больше Так скажем Оказывает Влияние На Оборот Денег Да То есть Сам Товар Уже Потреблен Да А Денежную Форму Он еще Не принял Вот Ну Соответственно Развиваются Всякие Учреждения Которые Дают Эти Деньги А Ну и Возникает Собственно Говоря И банки Которые Деньги Дают Непосредственно В кредит То есть Из денег Собственно Говоря Делают Деньги То есть Уже Это Вообще Не имеет Никого Отношения К товарообороту А просто Ну Расставщичество В прямом Смысле Это То что Называется Вот И это Ну Главный Смысл В том Что Вот этот Процесс Разрывается Еще Больше Запутывается Сама Эта Система Обращения Вот И Возникают Новые Формы Которые Не могут Существовать При Простом Обмене Да То есть Кредит Никто Не может Обменять Кусок Холста На Серток Да Кредит Нереально Да А Денежного При Денежном Обращении Это Возможно Ну Вот Что Я Помню Про Средства Может Еще Что Добавить Ну Вот Это Вот Мне кажется Что Я хотел бы Придраться Потому Что Вроде Даже Были Прецеденты Что Христиане Скажем Брали Какие-то Орудия Труда Под Будущий Урожай То Есть Без Денег Форма Здесь Денег Нету У кого Брали Форма А У Помещика Они Брали У Помещика Это Не У Другого Контрагента Скажем Так Вполне Возможно Но Это Происходило Когда Уже В развитом Товарном Обществе Ну Деньги То есть Это Самое Значит Вот Изначально Просто Это Не могло В голову Прийти Людям Которые Там Шкурками Обмен Почему Многие Товары Они Носят Производство В Марс Вначале Причина Указывая Почему Вот Возник В деньгах Как Средство Протяжа Указывая Что Во-первых Это Сезонность Производства Товаров Крестьянин У него Хлеб Будет Когда-то Там А Чтобы Этот Хлеб Во-первых Ему И жить На что-то Надо И Сейчас И Надо Так Сказать Чтобы Этот Хлеб Посеять Там Надо Ему Пруг Какой-то Вот Это Вот Отсюда Во-вторых Это Вытекает Из Транспортировки Товаров Зачастую Не всегда Так Сказать Вродерец Сертука Вродерец Харста Где-то Здесь Встречаются Или Через Деньги Они Могут Этим Обменяться Непосредственно В каком-то Пространстве Везут Товары Издалека И Тоже Здесь Происходит Временная Задержка Ну и Потом Бывает Что При Покупке Дорогостоящего Товара Люди Не Тут Дом Приводят Пример Маркс Ну это Всем Просто не имеют Возможности Сразу Выплатить И Получается Вот Этот Осроченный Протеж Или Как Первый Метаморфоз Товара Задним Числом Как Формулирует Маркс То есть Первый Метаморфоз Он Растягивается Во времени И Окончательно Потребительную Стоимость Человек Получает Сразу Пользуется Домом А вот Расплачивается За него В течение Какого-то Времени И Осуществляет Первый Метаморфоз Задним Числом Это Вот Первое Вот Виктор Иванович Я вот тут Не очень Понял Такую Вещь Вот Роли Кредитора И Дорожняка Те же Самые Роли Могут Возникнуть И Независимо От Товарного Обращения Так Например В античном мире Красовая Борьба Протекает Преимущественно Формы Борьбы Между Дорожняком И кредитором Ну это Радно А вот Как это Роли Дорожняка И кредитора Могут Возникнуть Независимо От Товарного Обращения Значит Вот Античное Общество Это Не товарное Производство Своей основе Там Другая Экономическая Основа А именно Рабство Ну Лидия же Вдруг Брали Чтобы Что-то Купить Погодите Но Товарное Обращение Существовало Да Конечно Где-то Там Между Вот Этой Экономической Основой И возникают Вот эти Отношения Должника Ну а Почему Тут Сказано Независимо От Товарного Обращения Рассанов Долг Рабов Можно Взять Еще раз Вот Это Общество Рабовладельское Не товарное Оно На других Экономических Основах Степан Степанович Правильно Сказал Там Могут Возникнуть Отношения Должника И Взаимодавца Что Что берет Тожнику Взаимодавца В рабов Обращали Свободный Профинян Сход Рабовладельцы Могут Между собой У них Могут Возникнуть Какие-то Отношения Кредитования Ну а Что это за Отношения Кредитования Если Кредитования Там Конечно Нет Отношения Как сказать Долг 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 Конечно Могут 100 Рабов Беру 105 Отдам Да Наплодятся Да Без Товарного Обращения Может Здесь Нет Никого Товарного Обращения Хорошо А зачем Там Макс Вообще Пишет Об этом В статье Деньги Берем Массу Примеров Из истории От других Экономистов Историков Нет Ну так Здесь Мы Рассматриваем Деньги А деньги Это Уже Высокая Форма Товарного Обращения Да Но Это Не Значит Что Она Характеризует Он Берет Пример Но Когда Он Чувствует Что Пример Взят Из Другой Эпохи Из Другого Общественного Строя Он Тут Уже Делает Комментарий Он Написал Фразу И Вы Зачитали Что Без Товарного Обращения Да А Почему Та Деньги Как Средство Протяжения Потому Что Деньги Существуют И При Высокой Форме Но Без Товарного Обращения Это Деньги Не Могут Вы Цепляйтесь В данный Точек Марса Генеральная Линия Он Отходит Проволодение Феодальный Строй При этом Делает Необходимые Комментарии Необходимые Понятия Что Отношение Должника Возникает В Робологическом Обществе Но Без Товарного Обращения Проехали Идем Дальше Ну Ладно Хорошо Это Так Сказать Оставим А Вот Еще Я Может Не Уловил А Оксан Возьминович Может Говорил Что Имеет Место Цепочки Кредиторов И Совершенно Правильно Это Дальней Должников Это Надо Дальше И Они Так Сказать И Приводят Здесь Марс Средневековый Леон Где Существовало Специальное Учреждение Для Взаимозачетов Вот этих Вот Взаимных Доргов Потому Что Друг у друга Берут И Если Дорги Взаимозачитывать То Получается Что Потребности В деньгах Как Вследствие Протежа Она Меньшая Не нужно Столько денег Вводить Оборот Как Вследствие Протежа Если Перезачитывать Взаимозачитывать Дорги Это Вот Раз И потом Еще Вот Да И вот Марс Еще Пишет Что По мега Развития Товарного Производства Все меньше И меньше Нужда В сокровищах Возникает Но С другой Стороны Благодаря Тому Что Дорожникам Необходимо Иметь Некие Сокровища Для того Что Накапливать Сокровища К определенному Сроку Для того Чтобы Выплатить Их Кредитору Своевременно Вот Эта функция Сокровища Она Вот здесь В этом смысле Она Некоторое Развитие Получает Дополняет Да Вот давайте Мы Значит Александр Владимирович Правильно Изложил Содержание Денег Функции Денег Как Средство Платежа Так И вы Подхватили Дальше Вы Взяли Единичный Пример И правильно Его Сказали А дальше Как Идет По мере Развития Товарного Производства Это Жизнь В средние Века Федеризм Ближе Капитализму Возникает Целая Цепочка Которых Вы Сказали Очень Просто Вы Договорились Сергеем Викторовичем Купили У него Какой Товар Обещали Заплатить Через Пару Неделек А Сергей Викторович Купил Иван Михайлович Другой Товар Обещал Заплатить Тоже Когда Когда Александр Владимирович Дать Через Две Недельки Вы Степан Степанович И так Мы По Кругу А вы Александ Владимирович Обещали Через Две Недельки Возникла Цепочка Платежей Вот Здесь Деньги Они Нужны Реально Нет Нет Потому Все Платежи Взаимопогашаются И вот Дальше Марс Делает Уже Вывод Его Надо Сделать Что Здесь Есть В этой Функции Деньги Как средства Платежа Противоречие То есть С одной Стороны В данном Примере Деньги Не Нужны Реально Поскольку Они Эту Функцию Выполняют Как Идеальные Как Счетные Деньги А С другой Стороны Можно Привести Массу Примеров Когда Эти деньги Нужны В любом Единичном Случае И это Противоречие Когда Проявляет Себя Наиболее Видно Осязаемо Во время Кризисов И здесь Во время Этих Кризисов И на Начальном Этапе Развития Капитализма И на Капитализме Свободой Конкуренции И при Монополистическом Капитализме И даже Сейчас Все мы знаем Когда он Начался Когда все Вроде как На подъеме Экономика Все берут Кредиты Обещают Заплатить Позже Покупают Квартиры Машины Дома Кто покрупнее Покупают Заводы Что-то делает Грянул Кризис Что происходит Никто не отдает Кредиты Всем нужны Деньги Сначала Нужны Товары Реальные Деньги Я кредит Возьму А когда Грянул Кризис Что Наоборот Все поменялось С ног на голову Нужны Деньги А это Вы добавили Совершенно Прочтожает Совершенно Прочтожает Рабочего Класса Тут имеет Тут и нет Большинство Не имеет Ну что Мы закончим Мировые деньги Да Мировые деньги Не надо Уже Не надо Там Мировые деньги Это Можно Ну вот На следующий раз Мировые деньги Мы Долго Не будем Мы Закончим В следующий раз Первый отдел Да И дойдем До превращения Денег В капитал Так давайте Начнем Превращение Что там Мировые деньги Это чуть-чуть Да не чуть-чуть Там есть о чем Поговорить Это самое Не надо Уже кончилось Вы час будете Мировые деньги Обсуждать Час Не час Смотрите Вот я думаю Что на следующий раз Можно оставить Всеобщую формулу Капитара И противоречие Всеобщей формулы Капитара Все хорошо Кто надо Дедом Михалыч Чего целиком Надо Целиком За один час Успеем Давайте я ее возьму И мы успеем Ой не надо Ну хорошо Возьмите Возьмите Там три параграфа Три параграфа Главы четвертые Ну хорошо Ну как у Игоря Тезис Антитезис Синтезис Есть Возьмете Таза Все Три Купри Продажи Рабочей силы Давайте разобьем Вы возьмите Первый Вы второй Хотите Дать второй Да Ну давайте Давайте тогда Это самое Первый Второй Что Мне первую Я вторую Как выберу Наверное Ну как А вы Мне вторую Ну вторую Ну как Кто третью Давайте я Или вы Давайте я А давайте Степан Хорошо Замечательно Хорошо Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры